Смородина Вологда. Разнообразие плодов и ягодных культур на дачном участке сложно представить без смородиновых кустов. Белые, черные и красные сорта отличаются ярким вкусом и с заметной кислинкой. Ягоды богаты витаминами и микроэлементами и прекрасно подходят для любого вида консерваций. Помимо питательной, ценность представляет высокая устойчивость к основным заболеваниям, встречающимся среди садовых культур. Среди многообразия видов черной смородины можно выделить сорт «Смородина черная Вологда». Высокие десертные качества вкупе с крупным размером ягод делают сорт особенно привлекательным. История создания сорта Выведением сорта занимались отечественные селекционеры в начале 90-х годов. В 1995 году в Газиэстре зафиксировано окончательное название сорта «Вологда» благодаря работам в. М. Литвиновой и А. Зарубина. Получена смородина сорт «Вологда» была путем гибридизации известных сортов «Компактная» и «Бреттер». Смородина «Вологда» согласно рекомендациям, сорт подходит для выращивания на северо-западной территории Российской Федерации, Дальнем Востоке, в центральной части и на Средней Волге. Характеристика сорта Описание смородины сорта «Вологда» основывается на его особенностях. Первая отличительная сортовая черта – раскидистость кустарника. Высота куста колеблется в пределах 1,3-1,5 метра. Густой среднерослый куст обладает толстыми светло-зелеными побегами, верхушки которых имеют небольшое искривление. При одревеснении происходит загиб побегов с изменением цвета на серо-коричневый. Листья среднего и крупного размера имеют разделение на 5 лопастей. Матовая листовая пластина обладает зеленым цветом с голубоватым отливом. На кожистой поверхности листьев присутствуют слабые морщины. Крепится лист к побегу при помощи черешка среднего размера сизовато-фиолетового оттенка. Чашевидные цветы смородины «Вологда» среднего размера. Желтовато-зеленые цветы формируют длинную кисть, достигающую 10 см восточной и долготыну. Кисть имеет среднюю плотность. Ось фиолетового цвета не имеет опушения. Формирующиеся почки имеют вид веретена розового цвета без опушки. В среднем на одной кисти созревает 8-14 ягод. Плоды черные с плотной шкуркой. Средний вес отдельной ягоды составляет 1,7 грамма. Отличается большим весом до 3 граммов плоды, расположенные у основания кисти. Кисло-сладкий вкус обуславливается большим содержанием сахара в 8,1% при невысоком содержании аскорбиновой кислоты. 137 миллиграмм на 100 грамм ягод. Созревают ягоды неравномерно в течение всего августа. При созревании плоды не опадают, однако созревшие ягоды могут потрескаться. Относится смородина «Вологда» к самоплодным сортам. Это означает отсутствие необходимости высаживать рядом другие разновидности растений опылителей. С одного куста за сезон можно получить 3-4 килограмма ягод. Будучи скроплодным, получить первый полноценный урожай сорт позволяет на второй сезон после посадки. Относится смородина «Вологда» к самоплодным сортам важно. Благодаря высокой силе иммунная система смородина «Вологда» устойчива к основным заболеваниям плодово-ягодных культур. Мучнистая росе, почковому клещу и другим вредителям. Особенности агротехники. Для выращивания черной смородины «Вологодской» предпочтительно остановить выбор на влажных почвах. Хорошо произрастает кустарник в низинах при условии отсутствия заболоченности. Обратите внимание, при близком расположении грунтовых вод необходимо формировать возвышенность для посадки. Лояльно относится смородина к условиям освещения. Активнее растет сорт при расположении на хорошо освещенном месте, однако хорошо себя будет чувствовать в условиях полутеней. Несмотря на толерантность к составу почвенного слоя, не переносит волок да кислые и каменистые почвы. Между соседствующими кустами расстояние должно составлять не менее полутора метров. При расположении рядом с деревом расстояние должно быть два-два с половиной метра. Высаживать молодое растение можно как весной, так и осенью. При этом в осенний период сажать лучше за месяц до наступления морозов. При весенней посадке нужно дождаться прогрева толща земли. Посадочная яма должна быть не менее 40 звездочка 60 сантиметров. При расположении саженца необходимо установить его под наклоном к уровню почвы. Аккуратно расправив корневую систему необходимо засыпать саженец грунтом. Для лучшего приживания нужно внести 40 литров воды для каждого куста. Важно! Наклонное расположение саженца необходимо для более скорого формирования боковых крышков. При подготовке посадочной ямы потребуется приготовить смесь удобрений. Для этого следует смешать 1-1 компост с перегноем, 130 грамм суперфосфата, 30 грамм стернокислого калия. Такая смесь обеспечит растение на ближайшие 2 года питательными веществами. Внесение удобрений по прошествии первых двух лет необходимо дважды в сезон. Весной растению требуются органические удобрения – мочевина и суперфосфат. После сбора урожая при подготовке к зимованию куст следует удобрить комплексами, содержащими азот, фосфор и алий. Кусты смородины волокда нуждаются в редком, но обильном поливе. В среднем на одно растение требуется 40 литров воды. Для лучшего проникновения влаги корневой системе необходимо сделать бороздки 10 см в глубину почвы, которые заполняются водой при поливе. Для предотвращения растекания воды вокруг куста можно соорудить валик. Важная информация! Для пролонгированного действия удобрений можно внести их на поверхность почвы, после чего замульчировав. Во время каждого полива часть веществ будет поступать к корням и питать растения. Для пролонгированного действия удобрений можно внести их на поверхность почвы, преимущества и недостатки сорта. К достоинствам сорта относятся высокие вкусовые качества, раннее начало плодоношения, высокий уровень урожайности, устойчивость. К возбудителям заболеваний хорошая зимостойкость, адаптивность к окружающим условиям. Среди недостатков отмещаются объемные габариты куста, разрозненные во времени созревания ягод, тенденция к растрескиванию плодов. Опираясь на все вышеизложенное, можно сказать, что смородина вологодская относится к популярным сортам на территории России и при правильном уходе порадует обильным урожаем сочных ягод. 0.0 VOT ARTICLE RATING Редактор субтитров А.Семкин